Современные остапы-бендеры. За последние три года в Украине стало на 90 банков меньше. По разным причинам, но основная это великие комбинаторы в управлении. В Одессе мы записали интервью с человеком, который знает все о сравнительно честных и не совсем честных способах вывода денег из финучереждений. Он был хозяином банка, а теперь ликвидирует банки-банкроты. Мы не зря с вами встретились в Одессе, потому что ваш любимый герой это Остап Бендер. Вы очень любите Ильфа и Петрова и 12 стульев из золотого теленка и часто говорите, что имеете дело в своей профессии с великими комбинаторами. У нас за последние три года с рынка ушло 90 банков. Можно сказать, что половина из них ушли, потому что за этими финструктурами стояли великие комбинаторы? Ну, наверное, да. Наверное, да. То есть стояли люди, которые выстраивали свои бизнес-структуры таким образом, что за счет привлечения денег от населения вкладывали свои бизнеса, которые они покупали, которые сами строили. И пока до 2008 года рынок развивался динамично, в общем-то, этого хватало, чтобы рассчитаться и с заемными деньгами, и развивать свои бизнеса. Ну, а потом это бизнес-модель лоп-лоп. Ильфа и Петрова писали, в общем-то, несколько способов, да не один десяток способов. Четыреста. Да, четыре способов зарабатывания, относительно честного зарабатывания денег. В банковском секторе тоже самое выстрелили, там, ну, не один десяток относительно честного зарабатывания денег. Но, в принципе, та ситуация, которая сегодня породилась, в ней виноваты, в общем-то, как банки, так и надзорный орган. Почему? Потому что, ну, к примеру, валютное кредитование, да. Когда разрешили валютное кредитование физлиц, это был сигнал к тому, что может быть проблема. Все считали, что рынок будет развиваться до бесконечности. Никто не думал, что будет девальвация, да. Курс обвалился, и заемщики стали непотяжеспособными, в общем. Но это то, за что должен нести ответственность кто? В первую очередь регулятор, и в вторую очередь уже банки. Регулятор, который разрешил эту операцию, а банки, потому что они делали эти рисковые операции. И когда вот на сегодняшний день фонд занял больше 60 миллиардов денег у Минфина, вот их нужно отдавать, я считаю, что это проблема не только фонда. Бендер говорил, что 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Фонд гарантирования, вот в данном случае, да, который набрал очень много кредитов Министерства финансов, да, и тоже денег Министерства финансов через Нацбанк. Вот сколько сегодня нужно фонду для того, чтобы ощущать эту финансовую подушку? Не спасут там ни 500 рублей, даже ни 5 миллиардов. Почему? Потому что та схема финансирования фонда, которая выстроена, она абсурдная, она неправильная. Она выстроена с подачи, в общем-то, Мирового банка и МВФ. Теперь Мировой банк это понял, что это неправильная цена. Они сейчас ищут варианты вместе с нами. Как может эта ситуация выйти, когда мы, не бизнес-структура, занимаем под 12% годовых, но эта дорога в никуда, и через 20 лет мы должны вернуть не 60 миллиардов, а 140 миллиардов. Банковская система Украины это не вытянет. Относительно банкротов, которые очень часто ездят на Бентли у нас в Украине, почему-то вот вариант «отдай колбасу, я все прощу», он может пройти? Ну, конечно, может пройти те собственники, которые взяли деньги и вложили в свои бизнеса, в частные вещи, и они ими пользуются, если они неэффективные, и они могут вернуть хотя бы это, пусть возвращают это, чтобы у нас не будет, по крайней мере, оснований их преследовать. Очень часто фонд обвиняют именно в том, что активы покупают свои, приближенные к императору. Пусть обвиняют, пусть говорят, я не собираюсь в этом деле что-то оправдывать, доказывать кому-то. Нет смысла. Мы приняли решение с 1 февраля, мы продаем все на Прозоро. Любой желающий может купить на Прозоро. Заходить, покупать. Вы довольны этой площадкой? Вы уже видите какие-то результаты? Мы видим результаты, что, по крайней мере, ушел договорняк. Я очень заинтересован, что пришли иностранные тоже. Почему? Потому что далеко не каждый здесь, во-первых, не все наши фонды обладают нормальным объемом денег. Вот это первое. Второе, это то, что зайдет определенный раздражитель, в общем-то, который будет системно, исходя из опыта работы в других странах, работать в том числе и с нашими судами и правоохранительными органами. Татьяна Николаевич, у вас яхта имеется? Нет, не имеется. Не увлекаюсь. А вы вот миллионер? Долларовый, гривневый? Или... У меня есть такое хорошее выражение. Quite solvent man. Платежный способ для человека, скажем так. Так скромно. Да. О российских банках в Украине. Они действительно являются сегодня токсичными для финансовой системы России? Это не супертоксичные банки. Там есть активы, рабочие активы и нерабочие активы. Разные есть активы. Каждый из этих банков выбрал свою стратегию. Все они из них пытаются продать инвесторам потенциальным. Пока успехов особых не видно. Кто-то параллельно смотрит варианты сворачивания своей деятельности в Украине. Для нас принципиально, конечно, чтобы эти банки либо сохранились, либо были проданы кому-то, либо свернулись спокойно. Почему? Потому что это достаточно серьезная нагрузка на фонд. Но вы рассчитывали такой негативный сценарий? Мы очень много негативных сценариев рассчитывали и рассчитываем. Мы даже рассчитывали всегда негативный сценарий с приватом. И для нас тот случай, что пошла национализация, это наиболее благоприятный вариант. И для подавляющего большинства людей, которые имеют счета в этих банках, тоже благоприятный. Потому что мы фактически не остановили работу банка. Мы его за три дня подготовили и передали в руки Минфина. Вы параллельно с Национбанком тоже проводите мониторинг банков. Что он показывает? К чему следует готовиться? Ну, сегодня он показывает то, что ситуация в финансовом секторе более-менее стабильная. Это первое. В то же время, в последнее, у нас есть по целому ряду банков. И мы с этими банками работаем. Да, там есть специальные планы, в общем-то, по которым они идут. Ну, и хочу сказать, что сегодня те все банки, с которыми мы работаем, свои планы выполняют. Суммы для фонда, да, на пополнение фонда, они в госбюджете не указаны. Мы в этом году отдали миллиард гривен, вернули Национальному банку. Мы вернули, реально вернули. Вот, поэтому последние заимствования, которые были, это у нас были в виде облигаций заимствования в прошлом году. Вот. В этом году мы надеемся не заимствовать. И в следующий год мы надеемся какие-то деньги возвращать тоже. В первую очередь Национальному банку, потом Минфину. Остап Бендер о себе говорил. Я, знаете, не финансист. Я свободный художник и холодный философ. Вы кто? Я был свободным художником от бизнеса. К огромному сожалению, мне пришлось, в общем-то, заниматься этой работой. Я очень надеюсь, что мы сделали очень много. Самое главное, мы добились того, что сделали, я считаю, нормальные прозрачные торги, на которых каждый желающий может заходить и покупать актив. Я считаю, что в ближайшем обозримом будущем моя миссия здесь будет закончена, и я обратно стану свободным художником от бизнеса.